Вопрос упал у туристов, которые привыкли отдыхать бюджетно. Ни одного региона без туристско-информационного центра сейчас нет. А цены как-то можно сориентироваться? Сейчас, секундочку. ЖД-билетов все равно всем не хватит. Какие там подводные, может быть, камни есть? К чему надо быть готовыми? Человек на человеке, рядом, рядом. Тех, кто путешествует с детьми, это достаточно комфортно и удобно. В смысле? Сезон отпусков под угрозой. Только 12% россиян считают отечественные курорты безопасным местом для отдыха. Большинство респондентов заявили, что собираются отдыхать в деревне или на даче. Отпуск за границей планируют провести лишь 4% россиян. Некоторые зарубежные курорты открыты для россиян, но позволить их себе могут не все. По мнению туроператоров, путешествия за границу подорожают на 15-30%. Мы узнали у кировчан, где они проведут это лето. Через 11 дней начнется летний сезон 2022. Куда планируют отправиться кировчане этим летом? Как проведут свой отпуск в выходные дни? Давайте узнаем прямо сейчас. Нет, не планирую никуда ехать. Буду сидеть дома, заниматься. У меня много учебы. Всего такого. Я планирую это лето провести в Москве, в квартире. Поэтому вот остаемся в России все. Ну, еще есть недвижимость в Крыму. То есть думала туда, но с нынешней ситуацией еще обудумываю этот момент. Собираетесь ли куда-нибудь этим летом? Нет. Почему? Ленежных средств не хватает. Да не особо больше такой камерные вечера, палатки, костер. Работать. Отдыхать на природе, на рыбалке. А куда предпочитать? Может, какой-то район есть особенный? Оречевский. Там вятка, пляж. Да, поедем в деревню. У вас родственники там? Да. Бабушка, наверное, девушка? Старенькая, да. А где деревня-то находится? Баренский район, речка Малома. А чем вам так нравится деревенский отдых? Ну, чистый воздух обязательно. Грибы, ягоды. Расскажите, пожалуйста, планируете ли куда-нибудь поехать этим летом? За границу, например? Нет, возможно, до Уралу. Так, на Урал? А что там интересного? У меня отец в Екатеринбуре живет. Планируете ли куда-то поехать отдыхать? Нет. А как будете проводить выходные, дни, праздники? У меня с мужем хорошо провожу. Где провести отпуск этим летом и какие альтернативы есть зарубежным курортам, об этом сегодня поговорим с нашими гостями. У нас в студии путешественница Елена Кривошейна, менеджера по туризму Анастасия Старыгина и руководитель Центра развития туризма Кировской области Елена Данюшенкова. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, наверное, первый вопрос. Где вы планируете провести отпуск этим летом? Ну, что касается меня, наверное, отпуска летом не получится, потому что как раз во внутреннем въездном туризме самый сезон, поэтому все отпуска, я думаю, что перенесутся уже на период осени. Надеюсь, что в течение лета получится поездить по Кировской области, хотя бы в рамках рабочих поездок и познакомиться с людьми, с теми проектами, которые готовят наши коллеги. Поэтому план такой. Елена, вы куда собираетесь? Я уже успела начать и лето, и отпуск. То есть я недавно, буквально недельку-две, наверное, назад вернулась. Мы ездили в Самарское, Саратовское, Волгоградское, Астраханское области. Главная цель была озера Баскунчак. Ну, и еще вот самый дальний пункт был, это как раз Астрахань. Ну, то есть вы тоже по внутреннему туризму решили ударить в этом году? Да я бы ударилась в другой, но с ним очень сложно стало. То есть раньше, до ковида еще, да, я выезжала обычно там раз-два за границу и там раз-два по России, чтобы разнообразно было. А нынче ведь с зарубежным туризмом все сложно, потому пытаемся так. Анастасия, может быть, вы знаете какие-то лазейки и ездите за границу? Я, конечно, предпочитаю отдых за рубежом, как и все мои туристы. Уж не знаю, так сложилось. Почему? Сложно ответить. Сама я планирую полететь в Эмираты летом, потому что сейчас это направление очень популярное и как раз-таки оно открыто еще со времен пандемии. И очень хочется посмотреть, посмотреть отели, изучить это направление, чтобы туристам предлагать, потому что самолеты туда летают, ограничений нет никаких. А какие вот еще зарубежные сейчас направления пользуются популярностью у кировских туристов? Ну, тут просто без вариантов самое популярное направление — это Турция. Благо, турецкие авиалинии летят, есть рейсы, и, естественно, конечно, туристы планируют отдых в любимых отелях на Средиземном побережье, на Эгейском побережье. А сильно ли упал спрос вот в последнем, в этом году, так скажем? Вы знаете, наверное, спрос упал у туристов, которые привыкли отдыхать бюджетно, то есть они практически исчезли. То есть те бюджетные туристы, они выбирают, ну, например, Абхазию, либо Наш Йог. А туристы, которые привыкли отдыхать за рубежом, которые привыкли тратить деньги на отдых на море, привыкли отдыхать с детишками, с семьями, они, конечно, стараются все равно найти время, средства и полететь в любимые отели. Ну вот мы будем, конечно, еще обсуждать отечественные курорты, но они ведь тоже не дешевые, да? Конечно, конечно. Стоимости, ну, насколько дешевле на нашем юге отдохнуть, чем за границей, в Турции, в этой же... Ну, опять-таки, говорить, если о сервисе, естественно, в турецких отелях турист получит больше сервиса. Если сравнивать стоимость турецких отелей и сравнивать стоимость наших отелей, где минимум сервиса, минимум услуг, понятно, что цена не будет большой разницы. Зато, наверное, в Кировской области можно сэкономить. Елена, может, ну и не надо эту за границу? Ну, конечно, я думаю, что тут я поддержу Елену с тем, что очень интересно узнать свою страну. Не-не-не, я за за границей. Я вообще за все сразу. То есть должно быть и то, и то. Я думаю, что что касается поездок по России, достаточно много разного можно найти на любой вкус. Мне кажется, даже если не брать, например, популярный Алтай, который, в принципе, так пользуется спросом, с конными турами, но сейчас вот такие неожиданные уже направления, мне кажется, по России есть, например, Бурятия с ее культурой. Алтай, это прям недешево. Не дешево. Нет, не дешево. Не дешево, не дешево. Как бы везде есть, опять же, сейчас формируется в России тоже ценник на любой спрос. Потому что мы прекрасно понимаем, что есть путешествия с железнодорожным транспортом, есть бюджетными авиалиниями, есть более дорогими. Ну, то есть понятно, что мы немножко не на том уровне, наверное, как зарубежные страны, которые давненько уже этим занимаются. Но так или иначе, в последние годы туризм по России развивается. Поэтому будем надеяться, что в ближайшие годы мы получим, в принципе, на каждый кошелек предложение. И не только Абхазию, не только там, где море и горы, а все-таки еще и те направления, которые связаны, ну, может быть, с какой-то культурной составляющей. И это, ну, я сейчас говорю про, наверное, национальные республики больше. Мудмуртия, Бурятия, Мордовия. То есть вот такие истории. Мне кажется, опять же, они развиваются, потому что выхода другого нет. Выхода нет. Да не то, что на самом деле выхода нет, потому что они развивались и до пандемии, и в пандемию. Ну, мы все уже давно прекрасно поняли, что туризм надо развивать. Он имеет очень много смежных отраслей. Мы прекрасно понимаем, что если едут туристы, они живут, они кушают, они оставляют деньги. То есть точно так же, как и выезжая за границу, турист тратит деньги и на сувениры. И точно так же, путешествуя по России, он это делает. И, в принципе, поняли это достаточно давно. Просто в пандемии получилось больше возможностей. Да, в пандемии она, конечно, дала толчок некий, в том числе, для наших кировских площадок, которые тоже обозначали, что в пандемию резко возрос спрос на площадки, на отдых именно выходного дня. Даже в пределах Кировской области в том числе. А давайте об этом чуть попозже поговорим. А сейчас еще вернемся к Турции. И вот сейчас турецкие власти делают все возможное для того, чтобы сохранить поток российских туристов. Из последних новостей карты МИР можно будет расплачиваться в турецких отелях. Давайте посмотрим мнение на этот счет. Мы обсуждали также возможность проведения платежей в российских рублях, либо в турецких лирах. Работу карты МИР в отелях Турецкой Республики. Договорились о том, что банки будут принимать эти карты. Договорились о том, что будут созданы условия для наличия необходимых терминалов в отелях и гостиницах. И сегодня мы с нашими турецкими партнерами подробно это обсудили. Мы заинтересованы в том, чтобы эти карты МИР использовались и платежные механизмы работали. Анастасия, а сильно ли выросли цены на туры? Да, цены, конечно, выросли. В этом году отдыхать в Турции несколько дороже, чем в прошлом году. Ну сколько? Ну в процентном соотношении сложно сказать. С какой суммой начинается, давайте, что мы спутим, чтобы понимать нашему зрителю? Ну давайте так, просто исходя из того, что я бронировала несколько дней назад. Ну вот, например, начало июля, 5 звезд отель на 10 дней, на двоих 120 тысяч рублей. То есть 60 тысяч рублей на человека, включая перелет, проживание. А если у меня, допустим, есть 30 тысяч рублей, то есть у меня нет возможности. Абхазия, Абхазия, причем свои годы? Я говорю, у меня 30 тысяч, куда вы меня отправите? Ну вот знаете, сейчас после майских праздников как раз-таки цены хорошие. То есть можно, я думаю, Турцию подобрать, ну если что-то очень простенькое, ну предположим, за 35-40 тысяч на человека. Ну понятно. А еще же сейчас там какие-то вводятся самолеты дополнительные. Сейчас в основном летают у нас регулярные рейсы в Турцию. То есть это Аэрофлот летает, также Редвингс на базе регулярной перевозки. Ну и турецкие авиалинии летают, турецкие авиакомпании. То есть нет сейчас, как было в прошлом году, большого количества чартерных рейсов. За счет чего цена всегда была доступна из-за того, что большое количество рейсов. В этом году, конечно, количество рейсов сократилось. Плюсом турецкие авиалинии, они вообще изначально, это дорогая авиакомпания, то есть это дороже, чем какая-то чартерная российская компания. Ну и мы понимаем, что турецкие авиалинии – это сервис на борту. То есть вам предоставят отличное питание, напитки, вино. То есть это будут хорошие самолеты. Конечно, это совершенно уже другой уровень. И туристы, которые сейчас планируют отдых и понимают, что они летят турецкими линиями, они понимают, за что они платят, за что идет вот эта переплата. Ну вот, как мы уже говорили, да, что денег не у всех есть на отпуске. Это показал один из последних опросов. Как выяснилось, россияне оценивают идеальный отпуск в среднем в 160 тысяч рублей. Но вот потратить готово в среднем 37. А более трети опрошенных рассказали, что им не хватает денег даже на недельный отпуск. Елена, может быть, у вас есть лайфхак какой-то, как сэкономить? Да, бюджетно отдохнуть. Боже, девчонки в России бюджетно не отдохнуть, просто вот ради интереса. Только что назвали нам цены на Турцию, да, и это, скорее всего, ну даже вот самый простенький турецкий отель будет интереснее, чем отдых, например, на этом же Алтае. Вот я сейчас как раз в июне мы собираемся на Алтай. Ну разное, да, но тем не менее, тем не менее, даже Абхазию взять, даже наш побережий взять. Вот сервис ведь будет намного ниже за ту же цену, чем в Турции. И получается, что вот эти же отели, там, ну, например, сколько бы в сутки вышел троечка отель в Турцию, он бы все-таки был с нормальным номером, с кроватками, там, с душем, туалетом. Нам сейчас выходит в такую же цену турбаза на Алтае с туалетом, который вот... А может быть, поехать не по путевке, а как-то самостоятельно. Не по путевке, самостоятельно бронируем. Причем проблема ушел Booking.com с нашего рынка, да, где можно было бронироваться очень легко и свободно задать все нужные параметры, сколько вас человек, хотите вы душ-туалетномер, или это вам не важно, там, питание и так далее. Остались какие-то бронировщики, я не знаю, можно называть... Зато сейчас на сайтах собственных отелей есть хорошее предложение со скидками после ухода Booking. А вы представляете, как попасть на эти же отели? Вы представляете, сейчас я раньше заходила в Booking, я раньше заходила в Booking, прямо выбирала все параметры и бронировала сразу, вот нас четверо едет, сразу на четырех человек. Тут вам нужно знать название. А тут действительно, по крайней мере, можно позвонить всегда в туристко-информационный центр. И еще очень много зеркальных сайтов. То есть ты попадаешь в меня в общую... Да, а подожди, Елена, расскажите, пожалуйста, то есть звонишь в туристко-информационный центр в каком-то городе? В любом городе, в любом регионе есть туристко-информационный центр. И говоришь, мне нужна гостиница. Мне нужна гостиница, вот настолько-то человек, нам надо такие-то удобства, пожалуйста, подберите. И они вам подберут абсолютно бесплатно эти гостиницы, помогут забронировать. Прямо по телефону? Конечно, конечно, абсолютно точно так же. У нас в Кирове есть туристко-информационный центр, куда можно обратиться и сформировать свое путешествие. А вот кто-то бы еще об этом знал. Да, что я об этом не сказал. На самом деле, знают об этом многие. Естественно, культура потребления туристко-информационных центров в России еще не такая высокая, как в Европе, как в других странах. Но сейчас эта культура уже приходит, и, наверное, практически ни одного региона без туристко-информационного центра сейчас нет. Мы просто не знаем, обычно люди не знают, чем занимается этот центр. Конечно, еще думают, что туда пускают по билетам только туристов. На самом деле нет, это и для жителей региона. Вот, например, тоже переезжая в тот же Санкт-Петербург, на Дворцовую площадь, рядом стоит павильон туристко-информационного центра «Визит Петербург». Там тоже можно прийти и, соответственно, сформировать свое путешествие, узнать, где покушать, где остановиться, куда пойти, к кому обратиться, экстренная служба. Ну, то есть это такая служба помощи туристам, и у нас тоже это есть и развивается, и в любом регионе, на самом деле. Поэтому это такая хорошая помощь, если хочется куда-то поехать. Плюс ко всему, зачастую у ТИЦа есть договоры с отелями, и бронирование через туристко-информационный центр может быть дешевле, чем, например, напрямую в отель. То есть такая история тоже. Давайте прямо сейчас попробуем, достанем сходу, позвоним в какой-то город, забронируют ли они отель. Мне что-то кажется, что нет. Давайте. Вот так пока дозвонишься до другого города, до помежгорода. Сейчас не проблема, мне кажется, с учетом сотовых операторов. Ну да, вот, сейчас, посмотрим. Что, все? Все. Все? Должен, да, что-то будет? Я не знаю. Это ваш центр. Здравствуйте. Здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, мне подсказали, что можно через вас подобрать гостиницу в Кирове для проживания. Да, что можно предметовать, какой уровень? Давайте какой-то средний, чтобы цены не очень высокие, но желательно гостиницу в центре, ну, чтобы удобства были в номере. Ну, можно с завтраком. Можно рассмотреть гостиницу Вятка, она находится в самом центре города, рядом с нами. Ага, так. Рядом с Кировым информационным центром. А цены как-то можно сориентироваться? Сейчас, секундочку. Какой номер интересует? Двухместный. Двухместный стандарт. От 2400 рублей в сутки. Ну, в принципе, душ, туалет, номере, да? Так, да, стандартный номер, там всегда удобство в номере. По поводу завтрака, там можно взять или комплексный завтрак, вывести миссия от наполнения, там есть разные цены, 250 рублей, 450 рублей, и шведский стол, 250 рублей. Ага, поняла. Это за дополнительную плату или это вы идет в смысле? А забронировать отель нужно звонить им или можно прямо через вас? Лучше им напрямую, чтобы вы сказали свои данные. А у вас есть телефончик? Да, сейчас, секундочку. 50? Ага. Так, давайте, ах, 54-45. Ага, спасибо. Все, спасибо, дозвонюсь. Спасибо большое, до свидания. Ну, правда работает. Это работает. Это работает. Это работает, я говорю, что это просто какое-то... Это работает? А в южных городах есть такое? Ты фотографии не видишь, не понимаешь, что тебе предлагают. И, например, если позвонить в Сочи, да? Да, да, да. Сколько же вариантов? Да, да, да. Очень много вариантов на телефон, опять же, работа в гостинице с туристко-информационным центром. То есть у нас теперь, естественно, проще, у нас не так много гостиниц, мы понимаем, каждую из них, девчонки там работающие, они могут писать, что вы получите за... А туристко-информационный центр, сотрудничая с гостиницами, по каким параметрам? Они отбирают, ну, вы отбираете как-то... Каждая гостиница должна иметь категорию, естественно. Каждая категория, сейчас это все формализовано, и гостиницы, имея определенную категорию, три звезды, четыре звезды, они должны иметь определенный набор параметров. Ну, то есть какой-то уж совсем плохой вариант не предложат. Для того, чтобы, ну, кому-то, может быть, надо там совсем простой вариант, без звезд и без удобств, главное, дешевле. Тут это абсолютно на спрос покупателя. Ну, слушайте, вот прям лайфхак, хотя бы мы узнали. Без звезд и без удобств тоже предлагают информационные центры, да? Если есть запрос, и если есть в Кирове такая гостиница... Конечно, в Москве тоже есть туристко-информационные центры, визит-пункты. Это, в принципе, по любому региону можно задать, найти и, соответственно, обратиться за просто. Ох, так, давайте вернемся к зарубежному отдыху. Сейчас стали пользоваться популярностью редкие направления для отдыха, например, Армения, Узбекистан и даже Афганистан. Давайте посмотрим сюжет на эту тему. Не путешествие, а праздник какой-то. Именно так об Армении говорят и туристы. В первую очередь это связано с улыбчивым местным населением. Любителям полежать на пляже в Армении делать нечего. Там исключительно горы. Необыкновенное чувство, когда можешь хоть немного полетать. Вот так путешественники описывают поездку по канатной дороге в горах. Крылья Татаева. Стоит посмотреть и на известную гору Арарат. Это та священная библейская гора, на которой во времена Всемирного потопа остановился Ноев Ковчег. От Еревана не так уж далеко в сторону юга продвигаться. Продвигаться там вообще есть местность, как будто напоминающая каньоны Америки. Поцветовой вообще все. Но тебе за океан лететь не надо. Вот в Армению поехал, вот есть. При этом, говорят эксперты, не стоит забывать, что Армения в первую очередь это место для гастротуризма. Но это удовольствие не из дешевых. Стандартный недельный тур обойдется в 100 тысяч рублей. Узбекистан же привлекает туристов как активным, оздоровительным, так и пляжным отдыхом. Весной Узбекистан превращается в цветущий сад. Это время года отлично подходит для экскурсий по таким городам, как Ташкент, Самарканд, Бухара. И, безусловно, будет одним из самых красочных и экзотических путешествий, считают местные жители. При этом тур на неделю обойдется в 90 тысяч рублей на двоих. И это без перелета. Город Номарган открыли такой парк, называется Афсона, очень огромный такой. Туда приедешь, оттуда не выйдешь. Не хочется выходить там. Что там такого уникального? Ну, там самого красоты очень хорошо. Ни для кого не секрет, что Афганистан не рекомендует туризма, несмотря на уникальные памятники архитектуры и природы. Но около 20 тысяч иностранных туристов рискнули и побывали в этой стране в прошлом году. Конечно, для туристов страна, ну, она небезопасна. То есть, соответственно, там, ну, много, на сегодняшний день даже много там боеприпасов, мин, да. Надо быть предельно осторожным. То есть, во время посещения нельзя как бы лишний раз там камни какие-то поднимать, да, предметы. То есть, в плане безопасности надо быть на чайку. Но безопасность – это лишь один из нюансов. Добраться до точки назначения будет проблематично, говорят туроператоры. Есть попытки сформировать групповые авторские туры, индивидуальные туры. Но это только в индивидуальном порядке с соблюдением всех страховых норм, норм безопасности. И перелет, конечно, только через Дубай. Альтернативой Афганистану туроператор называют более безопасной страны. Это Иран и Саудовская Аравия. Анастасия, ну, насколько пользуются спросом вот такие редкие направления, экзотичные? Ну, сейчас пока, я так скажу, вообще не используются спросом. Возможно, еще их не раскрутили. И, возможно, где-то в ближайшее будущее они будут популярны. Потому что вообще всегда, вот Узбекистан, Армения, вроде бы это недалеко, но почему-то туры всегда были туда дорогие. Вот еще я имею в виду время допандемийное. Я не знаю, почему. То есть, ну, не должно быть дорого вот эти наши союзные соседние государства. Возможно, что-то сейчас поменяется, и это будет доступно. Если это будет доступно, это будет популярно. Потому что страны интересные. То есть туда интересно съездить, посмотреть, побывать. Интересная культура, архитектура. А знаете, какой нюанс еще? Вот Иран, у меня уже давняя-давняя мечта, еще до пандемии всяких, и все, попасть в Иран. Но в странах есть определенные требования. И это страна мусульманская. И у них требования закрытые дамы. Если, например, в Египет, ну, пусть дамы закрытые, но мы, туристки, можем приехать как хотим, ну, там, не в раздетом виде, но все-таки, то тут требуется носить этот вот платочек, вот эту длинную балахонистую одежду и туристкам. Причем там наказание за нарушение формы одежды достаточно жесткое. Потому что... Мне кажется, можно пожертвовать и надеть платочек в путешествие. Это просто ужасно. А что с Египтом в этом году? В Египет летает тоже буквально несколько авиакомпаний за санкции, поэтому цены высокие на данный момент. Ну, сколько? Ну, тоже на майские праздники, например. Сейчас, как бы, вообще спрос на него ниже, чем на Турцию, однозначно, потому что все равно Турция и сервис выше, и уже погода там устанавливается. В Египте сейчас довольно-таки жарко. Вот, допустим, на майские праздники я смотрела цены порядка 200 на двоих, то есть 100 тысяч рублей на человек. Это дорого для Египта. Ну, то есть прошли те времена, когда мы могли за 50 вдвоем... Это было до 24 февраля, то есть туда можно было съездить за копейки. Я пропустила, чартеры туда сейчас идут или уже... Если случится проблема с санкциями, то пока будет так, я думаю. Ну, этим летом вряд ли что-то изменится. Я не знаю, как они решают этот вопрос, но вся проблема в самолетах, что нам просто не на чем лететь. А внутреннем туризме? Мне кажется, что туристов, ну, по крайней мере, вот мои знакомые отзывались, еще немножко пугают ситуацию, что лететь-то все равно... Ну, как бы, возьмите в Москву, и мы летим в Турцию или в Египет. Мимо не очень благополучных районов. И, конечно, вроде бы там все, наверное, отслеживаются коридоры. Но сейчас же маршруты длиннее, то есть она облетает. Но мало ли что, то есть кто-то вот, кто прям особо осторожный, мне кажется, тоже даже в этом плане осторожный. Ну, и это тоже, да, многих людей пугает. Экономическая, политическая ситуация, естественно, просто откладывают отпуск на более хорошее время, хотя когда оно будет? Давайте тогда поговорим о внутреннем туризме во второй части выпуска. Не переключайтесь. В смысле? О том, где провести отпуск этим летом и какие альтернативы есть зарубежным курортам, мы разговариваем сегодня с нашими гостями в студии путешественница Елена Кривошейна, менеджер по туризму Анастасия Старыгина и руководитель Центра развития туризма Кировской области Елена Данюшенкова. Ну вот мы в первой части уже обсудили какие-то перспективы отдыха за рубежом. И учитывая, видимо, это, россияне все-таки бронируют билеты на июнь-август этого года на курорты юга России. По данным последним, Сочи стал самым востребованным городом при покупке авиаждебилетов. Адлер занял первое место по бронированию отелей. Если брать российский юг, все-таки куда бы вы советовали поехать? Ну сейчас все понимают сложности, почему у нас Адлер на первом месте в Сочи, потому что это единственный открытый аэропорт. Анапо-аэропорт закрыт, Севастополь-аэропорт закрыт, Сиферополь, да, простите. То есть у нас пока сейчас доступно, это вот, да, Сочинский аэропорт. Либо железнодорожный транспорт. Либо ЖД, да. ЖД ставит дополнительные поезда, естественно, это дольше. Но мы все прекрасно понимаем, что ЖД это самый безопасный транспорт, так или иначе. Вот, и РЖД идет навстречу со сломаном. Говорят, что самолет самый безопасный. Ну, по крайней мере, РЖД, в принципе, старается ставить дополнительные рейсы. Говорят, что лучше поездом путешествовать. Мне кажется, еще пойдет развитие Дагестана. Видите, Сочи, да, единственный вариант, который, кажется, даже не только Дагестан, а вот Ингушетия, Дагестан, Чечня. Это у них сейчас и есть такая программа, именно тур. Три республики вот эти. Плюс компания Фан-Ансан планирует запуск чартеров в Махачкалу, в Бурятию и на Сахалин они планируют в этом году. И Камчатка еще помадает. Камчатка, да. Если касаться южных направлений, то это Дагестан. Действительно, самобытная история, комфортный, мне кажется, отдых, комфортное море. Естественно, сервис, конечно, не турецкий. Вот, какие там подводные, может быть, камни есть? К чему надо быть готовыми, так скажем? Не надо ждать там Турции, на самом деле. Надо просто, мне кажется, понять и принять местный колорит и насладиться вот этой культурой, насладиться природой, историей. Потому что, например, Дербент, самый старейший город, получается, на нашей территории. Ему более 5000 лет. Там замечательное такое культурно-историческое наследие. То есть при этом можно и в горы съездить, и на море побывать. И достаточно комфортно с точки зрения гастрономии. В прошлом году мы были как раз в Дагестане своим ходом на автомобиле. То есть мы там вообще много были. Южная Осетия, Северная Осетия, Чечня, Дагестан. И колорит-то, да, колорит. Ну, интересно, конечно. И безумные, и безумные красивые пейзажи. Это просто нечто. Сервис, да, минус. Но у нас где прямо в России крутой, хороший сервис? Турист должен понимать, что он едет не за сервисом. Он едет смотреть это место. А еще, знаете, что впечатлило? Море, то есть вот это вот Каспийское море, да, оно еще не засижено туристами. То есть не так, как там где-то в Сочи, Геленджике, где прям человек на человеке рядом-рядом. Оно пустое. То есть там можно найти пустые пляжи с хорошими входами. А там тепло, можно купаться, ну, в смысле, море теплое. Да, так же, наверное. Плюс оно очень комфортно для посещения с детьми, потому что оно мелкое. Там очень пологий песчаный сход. И как раз вот для тех, кто путешествует с детьми, это достаточно комфортно и удобно. Вот, поэтому я думаю, что... Почему раньше мы туда не ездили? Да, вот. Странно при таких вот прям море и песчаные пляжи. Существовалась, может быть, не с очень такими... Есть очень много стереотипов, на самом деле, до сих пор, которые действуют. Вот недавно, когда были на выставке, тоже там Дагестан предоставлял свой стенд. И достаточно у многих посетителей было видно, что есть вопросы, есть некие стереотипы. Когда это безопасно сейчас, можно сказать, что безопасно? Конечно, это безопасно. Когда в прошлом году поехали, мы ехали автомобилей, и нас было четыре дамы. То есть нам все... Вы куда? На автомобиле? Дамы? Без сопровождения мужчин? Да вы что? Вас там украдут? Вас там убьют? Вас там не знаю, что сделают? Но вы знаете, все очень доброжелательно относились. Что в Чечне? Что в Дагестане? Ну, в Чечне, конечно, свои сложности. Нет, ну, естественно, нужно соблюдать традиции. То есть, понятно, в коротеньких шортах... Это уважение к культуре в любом случае. Если ехать в другую культуру, надо уважать ту культуру, к которой едешь. Это в любом случае. А вы пучевки предлагаете, да, вот в Дагестане? Да, сейчас очень разные. А они сколько стоят? Я все вас просто пытаюсь узнать. Ну, вот знаете, есть даже туры, я так скажу, из Кирова, от кировского оператора. То есть у них на автобусные туры формируются. То есть у них в Дагестане порядка 30 с чем-то на человека. То есть доступно. Может быть, не так раз в субботу? 30 с чем-то не где-то. Это, наверное, автобусные туры. Автобусные туры с ночевками в автобусе это не каждый тоже выдержит. Но если вы выдержите, то хочется и маленький бюджет. Да, да, это очень хороший вариант. Если выдерживаете вот этот ночной автобус. Эксперты, кстати, говорят, что цены на нашем юге этим летом сильно подниматься не будут. У нас есть сюжет на эту тему. Давайте посмотрим. Съездить на Черное море для российских туристов в текущих реалиях уже счастье. Сразу вспоминается далекий Советский Союз. На улицах и в кафе яблоку негде упасть. На пляжах не то что лечь, встать негде. На море тоже локоток, локотку на надувном матрасе. И все это в сопровождении зазывал с кукурузой, шашлыком и чурчхелой. Только сладкая диета украшает тело летом, друзья мои. Как говорится, высокая культура быта обеспечена. Однако некоторые эксперты считают, что люди подсознательно едут туда, где кучнее. Так доверия к месту больше. Мол, много народа, значит все хорошо. Впрочем, отмечают в ассоциации ательеров, русский юг всегда был популярен. И неважно, ковид в мире или спецоперация. Россия богата уникальными здравницами. Эти же кавказские минеральные воды. А также качественными курортами. Мы точно в Советский Союз в плане курортной индустрии не вернемся. У нас есть хороший качественный туристический продукт в разных сегментах рынка. То есть это и Красная Поляна, и вообще и зимой, и летом, как отдых в горах. А кто-то начинает больше заниматься своим здоровьем через ежегодную поездку в хороший санаторий. Кстати, цены на российский отдых в этом году тоже выросли. В среднем на 20-30%. В первую очередь подорожание связано с закрытием границ, отменой перелетов и ростом цен на все товары. Конечно, ательеры понимают, что сейчас у наших граждан практически нет альтернативы выбора. Но по заверениям экспертов, пользоваться ситуацией и нагло наживаться на своих же не будут. Сейчас есть сервисы отзывов, которые позволяют определить объективно, какое качество услуг предоставляется в отеле. Плюс есть преимущество внутренняя перевозка. Поэтому я считаю, что большого роста цен не будет и падения сервиса тоже не будет. Потому что теперь уже это конкурентный рынок. Что ж, лето 2022 обязательно наступит. Этому не смогут помешать никакие мировые события. Куда отправиться отдыхать, каждый решает сам. Главное, чтобы ожидания совпали с реальностью. Они, конечно, говорят, что не повысят цены. Но даже в прошлом году, я уже ездила, мне говорили, что просто цена поднялась в два раза на гостиницу. Ни с того, ни с сего, без всяких объяснений. Сервис не улучшился. Просто умножили ценник на два. Мне кажется, если спрос есть, то почему они не будут повышать цены? Конечно. В любом случае, ведь помимо самого проживания в каждой гостинице есть много сопутствующего. Это шалаты, тапочки, шампунчики. Это все тоже требует денег. На это тоже растут цены. Понятно, что сейчас и Ростуризм совместно с Митромторгом, они ищут альтернативы российских поставщиков для отелей, для того, чтобы снизить себестоимость проживания. И создается портал специального импортозамещения именно для отелей. Поэтому, естественно, такая мелочь тоже влияет, когда, мне кажется, со стороны отелей тоже есть определенные риски. Они несут их, естественно, они не могут не повышать цены в текущей ситуации. Но, так или иначе, по крайней мере, как уже было сказано экспертами, они все равно не наживаются на своих, а все равно стараются как-то ситуацию стабилизировать. Ну вот, говорили уже о том, что аэропорты закрыты, и вот до 30% сезонных средств размещения Крыма могут не открыться летом этого года из-за низкого спроса со стороны российских туристов. Об этом писал коммерсант. Ссылаясь на данные экспертов и прогнозы турбизнеса, связанные с невысокой нагрузкой гостиниц в майские праздники. В связи с этим загрузка мест размещения на лето ожидается на уровне 30-40%. И, по данным собеседника коммерсанта, на тур рынке продажи летних туров в Крым уже снизились на 85% относительно прошлого года. Как вы думаете, что будет с Крымом в этом году? Может быть, на машинах туда поедут? Возможно, будут самостоятельные туристы, которые поедут на машинах, но по своему опыту скажу, что спрос практически равен нулю на Крым. То есть люди переориентируются на Краснодарский край, Абхазия. Крым все равно опасаются из-за политической ситуации. ЖД-билетов все равно всем не хватит. Их не такое большое количество, и цены кусаются. Еще, кстати, так интересно, с Крыма переориентируются на Калининград. Вроде бы совсем другое направление, но, видите, город такой интересный, в который тоже просто так не попадешь. А там есть тоже море, и вот вроде как замены. Море холодное. Смешно, но... Может, наоборот, в Крым зато можно поехать на машине, допустим, и там зато не будет вот этой толку. Никого не будет. Ну, возможно, так и будет, и цены, скорее всего, будут хорошие в этом году. В гостиницах. И в гостиницах, и вообще на курорте. А вы думаете, на машине проще вообще добраться до нашего юга, или нужно на поезде? То есть кому как, то есть кто любит машину, кто ее хорошо переносит, или сам водит, или вот, знаете, по моему опыту тоже есть туристы, которым надо от места до места добраться и все, а кому-то нравится сам путь и движение, вот тогда машина очень хорошо катит. Вы как-то вот, Елена, вот такая смелая прямо девушка, вы ездите везде на машине, я боюсь доехать до Казани. Вы попробуйте. А если мне спустят колесо, что я буду посреди дороги стоять? Вы помахаете, натираясь, а становится красивый мужчина, он поможет вам с колесом. А вы куда-то там, чуть ли не на Северный полюс ездите на машине, и вообще вам нормально? Да, да, я два раза, кстати, была на Северном полюсе, и оба раза, ой, ну, что я говорю, какой Северный полюс? Нет, да за Полярный круг. Да, два раза, оба раза на автомобиле, один раз в одиночку. А было ли такое, что у вас ломался автомобиль, или какие-то сложности? Кстати, было, да, колеса-то, ну, редко-редко, но бывает, если не можешь сделать сам. Я два раза в жизни меняла сама колесо, представьте, оно же большое. Конечно, если у тебя где-то за Полярным кругом, сюда ты денешься. Выходы не было, но когда есть выход, да, конечно, легче попросить кого-то, и обычно не отказывают, помогают, как бы, помогают. В общем, все преграды в нашей голове, я так понимаю. Это точно. Начните, дайте до Слободского, вернитесь обратно, дайте до Каваницы, вернитесь обратно. Она потом в Казань уже, а там, оп, за Полярный круг. Вот вы, Елена, советуете, куда поехать еще этим летом? В России. Как я уже сказала, Дагестан очень хорошо, да? Ну, я просто сама люблю по России на машине путешествовать, не на самолете. То есть мне кажется, это интереснее. Я-то как раз люблю движение. То есть ты едешь, ты все это видишь, ты можешь в миллион городов заехать по дороге. То есть вот я больше, да, как-то сразу так на машину ориентируюсь, куда можно добраться. Можно доехать до Карелии, там очень тоже классно, и можно доехать дальше, Соловки. То есть это все можно сделать с помощью автомобиля. Но единственное, что там Соловки надо на кораблике, получается, ехать. Ну, можно в этот же Крым попробовать хотя бы одним глазом взглянуть, раз там никого не снять. Знаете, как здорово, когда пляжи пустые? То есть я вот в октябре была в Крыму, это пустые пляжи, это очень красиво. Ну, вот мы едем на Алтай. Я еще в первый год пандемии ездила на Байкал на автомобиль. Это далеко, но зато действительно сколько ты посмотришь по дороге. Сколько дней нужно ехать до Байкала? Ну, у меня вышло две недели. То есть дней, наверное, пять туда, дней пять там, дней пять обратно. Ну, это надо любить машину. Есть еще круизы. Есть еще ручные круизы. В этом году, они говорят, популярные стали. Конечно, круизы по Волге. Мне кажется, они всегда популярны, потому что есть такой сегмент туристов, которые привыкли плавать и выбирают каждый год эти ручные круизы. Они тоже как категория туристов. Не дешевые. Тем более там с питанием. Потому что мы сталкиваемся с этим, ну, в любом, наверное, регионе, что туристы про регион-то знают больше, чем местные жители гораздо. И вот для меня всегда вот это вот, опять же, все в голове. Вот, все в голове. Это отношение к тому, где ты находишься на самом деле. И вот в каждом регионе, наверное, можно услышать такое, что у нас делать нечего вообще. Нет, а зачем они едут? У нас в Кировской области безопасный детский семейный отдых. Очень много площадок для семей с детьми. Культурно-познавательный туризм. Очень большой поток деловых туристов с учетом количества предприятий, которые существуют в Кировской области. Это Великолепский крестный ход делает определенную часть туристов. Это те, кто именно заинтересован темой православия. В принципе, в Кировской области можно подобрать на любой интерес. Там сплавы, развлечения, ну, все-все, что угодно. Даже, в принципе, та же тема динозавров, которые заболевают в один период каждый ребенок, мне кажется. И то, приехав в Кировскую область, эту тему, в принципе, можно раскрыть и развить. Вот, поэтому... А вот эти фестивали, которые проходят, там, и Стабенский огурец, приезжают на него какие-то из других городов? Да, на него приезжают люди. Больше того, это же уже все-таки межрегиональный фестиваль. Туда и соседние регионы приезжают. И, ну, тут надо понимать вот этот секрет истабенского огурца. Если его интересно узнать, то надо поехать на этот праздник. Потому что истабенский огурец, это не тот огурец, который растет в Истабенске. Это способ засолки огурца. И как раз вот такие праздники, они позволяют познакомиться с культурой. А знаете, почему местные жители не знают о своем крае? Потому что, например, мы не понимаем, как вы как можете помочь нам узнать о своем крае больше? Нет, на самом деле, это менталитет, мне кажется, всей страны, потому что даже на федеральном уровне обозначают две проблемы развития туризма в России. Это инфраструктура и менталитет. Как питерцы, которые в Эрмитаже. Так нет, подождите, я бы рада, допустим, в выходные сходить на экскурсию, но я к кому пойду? К Антону Касанову? Вы пойдете в Туринский информационный центр и спросите, куда мне пойти на экскурсию? А куда нам пойти на экскурсию? Все зависит от интересов. Мы прекрасно знаем, что там, если хочется основ, пожалуйста, краеведческий музей. То есть у вас нет каких-то экскурсий вот этих, да? Нет, только вы сами музеи. Почему? Если, опять же, мы разговариваем либо о туре, об экскурсии, либо мы говорим о самостоятельных путешественниках. Если вы приходите и хотите говорить, мы хотим вот весь день провести, вам составляется экскурсионный маршрут, и, соответственно, вы уже целый день проводите. Да, конечно, могут сопроводить, можно обратиться как к туроператору, так же можно и со специалистом Туристко-информационного центра. Это платная? Да, это платная услуга. Дорого? А сколько за туроператоров? За туроператоров не скажу, скажу, что в Туристко-информационном центре стоит 500 рублей час. Экскурсия, соответственно, и обзорные экскурсии. То есть вы выделяете человека, который будет в музей куда-то там? Да, 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 конечно, конечно. Нет, я еще опять-таки скажу, что есть у нас кировский оператор, который организует экскурсии по Кирову, по Кировской области. То есть всегда можно найти вариант на один, на два дня туда отправиться. Да, если специалист не может, всегда есть подборка от операторов, что сегодня там поездка в Совет, завтра поездка в Авиатские поляны. С Лободской. Да, Слободской, и подсоединить в группе, связаться с туроператором, то есть это все можно делать. И сейчас как раз наши туроператоры делают очень достойные именно туры выходного дня с учетом Кирова, близлежащих районов, поэтому тоже это достаточно интересная история. Например, съездить на Соколью гору, посмотреть на аномальные места, тоже интересно. Ну вот мы, я, например, не знала, что можно это с помощью вас это сделать. Теперь знаете. С помощью нас тоже. Можно взять специалиста. А у вас транспорт-то какой? Нет, транспорт-то либо личный транспорт того, кто обращается, либо это арендуемый транспорт, либо, соответственно, это пешком. Но, наверное, если не смущает группа, то, наверное, проще обратиться к туроператору. Ну да, там будет автобус организован. Там будет полностью организованная эта история. Если хочется индивидуальную историю, то да, это уже немножечко другой разговор. А если группой, то это все равно же по наполнению, да? И ты же не можешь просто один прийти и сказать, что вот я хочу. Ну, они, как правило, набираются. Набираются группы, да, там, в принципе, 20-25 человек, группа стандартная, и уже, соответственно, дальше они путешествуют организованно. Ну вот в прошлые выходные, да, в Кирове прошло открытие туристического сезона. Вот скажите, пожалуйста, для кого было организовано это мероприятие? Это мероприятие организовано как для жителей и для гостей города, а также для тех районов Кировской области, которые готовы презентовать свой потенциал, познакомиться с друг с другом, узнать что-то новенькое, поскольку для них, соответственно, приехали спикеры. Вот, показать себя, презентовать себя. А мне кажется, что это был какой-то там между собойчик, нет? Ну, учитывая количество народу, то, наверное, не очень между собойчик, на самом деле. Ну, было больше 300 участников, больше 300 посетителей, то есть, в принципе, учитывая льготную цену в Юркин парк, был и трафик, и был, соответственно... Просто, вот почему вы говорите, что люди не знают о достоинствах, там, о вашей работе? Потому что люди не хотят об этом знать. А потому что им никто не рассказал, кто поехал за какие деньги покупать билет на открытие туристического сезона. Нет, на самом деле об этом рассказывают. Единственное, это вопрос, опять же, хочешь ли ты об этом узнать и готов ли ты путешествовать по Кировской области, например. А если бы их заинтересовали, так они бы и захотели. Ну, вот учитывая количество подписчиков в наших соцсетях, ну, люди-то знать, должны бы знать. Поэтому тут, как бы, опять же, интерес есть бы, интерес нет. Если ты интересуешься этой темой, то есть ты же ищешь турагентство, например, когда ты хочешь отправиться в Турцию или Египет. Если ты хочешь путешествовать по Кировской области, ты, соответственно, ищешь предложение по Кировской области. Если хочешь забронировать, там, гостиницу на Алтае, ищешь гостиницу на Алтае. Мне кажется, все от желания зависит. Все от желания зависит абсолютно. А есть что-то новенькое в этом году, что ничего не было в прошлом, может быть? Как минимум новенькое в этом году, что мы вышли из пандемии, и теперь практически все доступно. Это уже можно считать достаточно новеньким, мне кажется, по нашему региону. А так, это наши площадки, которые предлагают программы. Это мероприятия, которые пройдут в районах в этом году. Они действительно пройдут, и это уже хорошо. Очень много мероприятий будет посвящено как раз культурному наследию, поскольку этот год культурного наследия. А у нас в Кировской области очень много этнического населения. Это и татары, и морейцы, и удмурты. То есть будут, соответственно, праздники именно национальные по районам области. В Вятских полянах, там, Малмужа-Сабантуй, Пеледыш-ПРМ. Ну, такие национальные истории. Если хочется познакомиться, это тоже можно сделать. Предложение, естественно, от туроператоров поездки как раз по районам области. Это и близлежащие Слободской, Советск. Кстати, в Советске открылся отель «4 звезды» вот у нас, например. Душник отель, да. Да, то есть как бы... Я видела какие-то отзывы даже. Да, то есть он заполнен всегда практически на 100%, поэтому туда тоже надо заранее. Есть Вятские поляны, например, путешествуя в Казань, можно, например, посвятить День Вятским полянам. Поскольку достаточно часто все ездят в Казань. А вот что делать в Вятских полянах? В Вятских полянах? Сходить в местный музей. Ну, наверное, там один, да? Два. Вы очень приобретительно относитесь к региону на самом деле. Нет, я не приобретительно. Я просто думаю, я заехала в Вятские поляны. Вятские поляны, во-первых, сами по себе очень красивые. Там есть места размещения, очень достойные места размещения. Там есть уникальный, известный на всю Россию музей шляп. Созданный нашими путешественниками, которые собрали коллекцию шляп, сделали частный интерактивный музей. Этот музей уже создан по канонам современного музея, интерактивного. То есть можно узнать мировую культуру через головные уборы. Это очень интересно. Есть музей советского быта, есть музей ППШ с интерактивным тиром. Есть где провести время, есть где покушать, есть где погулять. И там красивая набережная. То есть замечательная природа. Ландшафт Вятских полян, он разительно отличается от ландшафта параллели Кирова, например. То есть, в принципе, есть куда поехать, есть где провести весь день. И, соответственно, можно двинуться дальше, либо вернуться обратно. Давайте дадим какие-то советы кировчанам перед сезоном отпусков. Давайте, Анастасия, с вас начнем. Совет. Ну, прежде всего, наша жизнь нестабильна. Но, мне кажется, нужно сейчас жить в моменте и точно так же продолжать строить планы. И отдыхать, радовать себя какими-то новыми эмоциями, новыми местами. Поэтому наша жизнь – путешествие, и нужно продолжать путешествовать. Несмотря ни на что. Елена. Да я бы такой же дала совет. Ребята, путешествуйте, потому что это развивает, это расширяет кругозор, это дает стимул жить и действовать дальше. Ты видишь другие места, других людей, ты понимаешь, что, может быть, как-то не совсем так, как ты привык. И ты возвращаешься, и ты немножко другой. И ты можешь двигать горы людей, ситуацию, можешь что-то менять, потому путешествия нужны. И даже если желание не совпадает с возможностями, да, вот когда хочется 160 тысяч, а есть 37. А почему не от тебя есть варианты? Да нет, есть варианты бюджетные. То есть было бы желание отправиться, можно и в соседние регионы, будет тоже классно, и новые эмоции. Да, соглашусь с коллегами, путешествие – это жизнь, мне кажется, поэтому путешествуйте, открывайте себя, в том числе в путешествиях, новые места, как свою страну, так и другие страны, новые культуры. Становитесь лучше, и, соответственно, в этом и состоит жизнь, поэтому, опять же, путешествуйте. Какие вы все фанаты тут путешествия с вами, да, но я даже сейчас все поеду после наших. Всем желаем отличного отпуска, и спасибо вам, что нашли время, пришли сегодня к нам, рассказали, поделились своим опытом. Я напомню, что у нас в гостях были путешественницы Елены Кривошейны, менеджер по туризму Анастасия Старыгина, руководитель Центра развития туризма Кировской области Елена Денишенкова. С вами были Надежда Ведерникова и Екатерина Зубарева. Спасибо. До свидания.